здравствуйте уважаем трейдеры сегодня 20 августа вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании фиба групп начинаем с валютной пары евро доллар несмотря на фиксацию котировок пары над уровнем сопротивления 1 1415 активность покупателей остается очень слабой что также может быть обусловлено низкой насыщенностью новостного фона из еврозоны укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов указывая на слабость покупателей пятницу мы наблюдали умеренную торговую активность но сегодня волатильность может оказаться еще ниже риск дальнейшего укрепления котировок пара остается высоким но учитывая очень низкую насыщенность новостного фона рассчитывать на существенный рост не приходится а сейчас придет паре фунт доллар все еще котировки пары зажаты в узком боковике который продолжает сужаться что указывает на неопределенность рынка к тому же сегодня не будет публикаций важных макроэкономических отчетов из великобритании и сша поэтому ситуация может оставаться без существенных изменений слабое укрепление котировок пары сопровождалось ростом открытого интереса но объемы торгов сократились что указывает на неопределенность рынка волатильность торгов продолжает снижаться но сегодня она может оставаться заметно ниже средних значений за месяц учитывая консолидацию котировок пары в очень узком ценовом диапазоне активная торговля по данной валютной паре остается нецелесообразной а сейчас придем к валютной паре доллар сша канадский доллар котировки пары в очередной раз обвалились к техническому уровню поддержки отметки 1 3055 что увеличивает риск развития более мощного нисходящего движения но сегодня можем наблюдать консолидацию котировок у отмеченного уровня поддержки обвал котировок пары сопровождается увеличением открытого интереса и объемов торгов указываем на преимущество продавцов в пятницу увеличилась волатильность торгов превысив средние показатели за месяц и полгода поэтому сегодня можем наблюдать охлаждение рынка прорыв поддержки отметки 1 3050 может сопровождаться достаточно активными распродажами в краткосрочном периоде а сейчас перейдем к событиям сегодняшнего дня очередное крупное слияние в размере 3 2 миллиарда долларов пепси покупает soda stream по мнению руководства пепси это слияние позволит расширить ассортимент своих продуктов добавляя менее калорийные и как следствие менее вредные продукты что в свою очередь позволит пепси увеличить присутствие на рынке на этом фоне акции компании пепси выросли еще на 0 6 процента на этом у меня все благодаря за внимание и оставайтесь фокусе с компанией фиба групп а а Фиба Групп. Ваша финансовая группа поддержки.